Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Егор Белоусов. О событиях из жизни университета, а также мировых новостях, расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. Завершился научно-популярный проект про науку в Казанском федеральном университете. Профессор Казанского университета рассказал, какие методы эффективнее всего борются с коронавирусной инфекцией. Когда Россия перейдет на электрокары, с нами поделился эксперт Казанского федерального университета. Компания «Медиалогия» составила медиарейтинг российских высших учебных заведений за октябрь 2020 года. Казанский федеральный университет не только вошел в топ-20 вузов, но и повысил свои позиции на два пункта, заняв 12-ю строчку рейтинга. К другим новостям. В современном мире есть не так много проектов, которые могут сделать научные темы интересными не только ученым, но и обычным людям. А в одном из таких проектов расскажет наш корреспондент. Когда и как антибиотики становятся бесполезными? Какие вызовы бросает медиа современный мир? Об этом и не только поговорили в рамках завершившегося проекта про наука в Казанском федеральном университете. Это научно-популярный проект, который Казанский университет запустил 4 года назад. Сделано это было для того, чтобы привлечь максимальное количество людей не из университетского сообщества. Старались показать, что наука на самом деле не скучно, а наука это очень интересно. Поэтому увлекательные формы все это подавали. Про наука в Казанском федеральном университете – это уникальная возможность стать студентом на несколько дней и узнать жизнь университета изнутри. Идея нынешней про науки КФО – это «Ночь после катаклизмов». То есть это опять же о будущем, о торжестве жизни. Но тем не менее, каким будет наше общество, какой будет наша жизнь, как раз-таки, когда мы переживем и победим все пандемии и катаклизмы. В этом году проект получился действительно особенным. Вместо одного вечера провели целую неделю науки, а также изменился и формат проекта. Мы решили сделать не просто онлайн-лекции, а тоже своего рода такой гибридный смешанный формат. Основной центральной, первичной площадкой трансляции про науки в этом году был телеканал «Универ ТВ». У нас все наши лекции запускались сначала через телевизионный эфир, а затем уже они оседали, скажем так, на просторах интернета, в социальных сетях. Кристина Надышина, Леонардов Литяров, «Универ Ньюз». Какие методы борьбы с коронавирусом самые эффективные? И почему нельзя заниматься самолечением, если вы все же заболели? Наш корреспондент встретился с экспертом и готов поведать об этом. Мир изменился. Уже почти год прошел с того момента, как планета узнала о существовании COVID-19 и начала с ним бороться. За это время было испробовано много методов противодействия вирусу. Однако на данный момент нет лекарственных препаратов, которые действуют на сам вирус. Есть лекарства, направленные на минимизацию последствий от коронавируса. Основные последствия – это, во-первых, воспаление. И здесь применяют противовоспалительные препараты самые разнообразные, в том числе гормональные, которые как раз и снижают воспалительную реакцию. Еще одним воздействием вируса на организм является повышение свертываемости крови. Именно поэтому врачи назначают еще и антикоагулянты. То есть препараты, которые разжижают кровь и препятствуют тромбообразованию. Помимо этого, основной удар коронавируса сосредоточен на легких человека. Во время болезни нарушается работа легких и повышается риск бактериальных осложнений. Вследствие чего отдельным пациентам назначаются антибиотики. Но это не для лечения коронавируса. Это для профилактики бактериальных осложнений. И уже чтобы вирусная пневмония не перешла в бактериальную пневмонию. Также профессор отметил, что все препараты, которые используются для лечения коронавируса, обладают сильным действием и возможными побочными эффектами. Поэтому заниматься самолечением категорически запрещается. В данном случае нельзя заниматься самолечением. Обязательно нужно обращаться к врачу, пройти диагностику. И только при подтверждении коронавирусной инфекции можно применять такие сильнодействующие препараты. Также профессор подметил, что самым действием методом на данный момент является переливание от переболевшего человека плазмы – жидкой части крови, в которой находятся тела против коронавируса. Если такую плазму перелить тяжело больному пациенту, то антитела сразу же вступят в бой, свяжутся с вирусом и будут мешать ему дальше заражать организм клетки пациента. Электрическая революция в автопроме не за горами. Великобритания к 2040 году планирует полностью перейти на электрокары. Франция первая сделала шаг в этом направлении, а в Китае и Норвегии спрос на электромобили бьет все рекорды. Как обстоят дела с переходом на электрокары в России? Подробнее в нашем сюжете. О переходе на новый вид транспорта в России говорят уже давно. Кроме того, исследования социологов подтверждают готовность россиян пересесть за руль электрокара. На данный момент порядка 60% населения знает про электромобиль и минимум 25-30% готовы приобрести новую машину с зарядным устройством. Почему люди хотят в перспективе приобрести электрокар? Узнаем преимущества электромобиля. Во-первых, это тяговые характеристики электродвигателя. Они принципиально отличаются от тяговых характеристик двигателя внутреннего сгорания. Это коэффициент полезного действия, это надежность, это итоговая стоимость владения. И тот плюс, который есть в отсутствии шума, на него можно даже посмотреть с точки зрения минуса. Мы не слышим, как они приближаются. Однако россияне все еще не перешли на электрокары. Значит, есть какие-то сложности, затрудняющие использование нового вида транспорта. Наработок в России много, и научно-вставляющая решена. Но производственная часть хромает. Это именно аккумуляторная батарея. Вообще, накопители энергии на сегодняшний день – это главная, наверное, проблема энергетики в целом. Здесь ограничений как таковых нет, потому что мы имеем опыт авиации на электротяге, и уже эксперименты успешные по этому поводу есть. Электромобиль необходимо заряжать, но и обычную машину тоже требуется заправлять. По мнению инженеров, ограничения здесь скорее психологические. Для справки отметим, что в большинстве электромобилей заряда хватает на 150 км минимум, а среднесуточный пробег среднего россиянина – около 30 км в сутки. Получается, электромобиль выгоднее не только в экологическом плане. Однако энергия из воздуха не берется и в никуда не исчезает. Даже после электромобиля остается вредный углеродный след. Промышленная генерация все равно на порядок будет и выгоднее, и экологичнее, и локально она размещена не в центре города. Поэтому говорить о том, что электромобиль – это то же самое, но вид с другой стороны – это неверно. Допустим, россияне перейдут на электрокары. Как в таком случае будет выглядеть обычный день владельца такой машины? Эксперты утверждают, что жить с электромобилем станет на порядок проще. Не жизнь, а сказка. Не потому что нереальная, а потому что в ней комфортно находиться. Сейчас в эксплуатацию уже прочно вошли самокаты и мопеды на электротяге. Век электромобилей приближается. Федосия Иршова, Ленардо Валерьяров, Универньюз. Информационные технологии шагают по миру семимильными шагами. Теперь интернет собираются проводить даже в самые отдаленные уголки планеты. А именно в Арктику. Насколько это сложно и как развивается арктический регион – подробнее в нашем сюжете. 70% территории нашей страны занимает вечная мерзлота. Однако под толстым слоем снега и льда скрываются полезные ископаемые. Сейчас Арктика наиболее перспективный регион с точки зрения нефтехимической промышленности и научных исследований в области климата. В условиях Арктики процессы потепления наблюдаются гораздо быстрее, интенсивнее, более выраженнее, чем на территории другой части мира и вообще России. Для облегчения научных работ российские инженеры и программисты стараются оперативно провести в заснеженный регион интернет-сети. Однако сделать это может быть не так просто. С самой дистрибуцией информационной технологии у нас проблем нет. Интернет надо проводить либо через спутник, либо проводить оптоволоконную связь. И как раз в данном моменте у нас именно с этим есть некоторые проблемы. Сам интернет, он вроде бы с одной стороны только кабель, но с другой стороны необходимо этот кабель еще обслуживать разными устройствами. Развитие Арктического региона благодаря нефтехимической промышленности и научным исследованиям это положительная тенденция. Однако уже бывают ситуации, как в случае с техногенной аварией в Норильске, когда экологии арктических рек был нанесен сильный ущерб. Узнаем у эксперта, как развивать регион с технической стороны, не причиняя вред экологии. Важной задачей является проведение на постоянной основе комплексного мониторинга за состоянием природной среды. Нужно абсолютно отслеживать все. И состояние водных ресурсов, и состояние почв, и состояние атмосферного воздуха. Помимо мониторинга проводить работу по расширению сети особо охраняемых природных территорий. Напомним, что Владимиром Путином утверждена стратегия развития арктической зоны России. Программа действует до 2035 года и направлена не только на оснащение городов и поселков и необходимой инфраструктурой, но и на сохранение уникального природного наследия данного региона. Федосия Иршова, Фарид Захитаглы, Универньюз. На этом все. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok